Это была действительно трагическая сцена. Лил беспощадный дождь, но оставшиеся костры все еще неумолимо полыхали во всех руинах. Здание, которое когда-то называли домом, было разрушено и стало почти неузнаваемым. Яркая полная луна в небе свидетельствовала об всем жестоком и беззвучном. Это сюжет Розмари. Девушка слабо открыла рот. Капля дождя уважнила ее пересохшее горло. К ее удивлению, дождь оказался немного сладким. Розмария... Розария... Розария... Ой, Розария... Бррррр! Рит... Рита... 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 Розмария... Костюм этот, где она, Электро, со Змеюкой. Костюм Риты. Ну вот, короче, запустили ее реран и попутно запустили ивент. Ладно, я перевожу, а то мы так... Никуда не продвинемся, так сказать. Три отвратительных рваных раны на ее груди выглядели, как царапины от когтей. Разбавленная дождем кровь образовала лужу. Несомненно, смертельная травма. Лондонский мост падает. 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 Лондон бридж, фоллинг даун, фоллинг даун, фоллинг даун. Это, кстати, из песни какой-то, я только не помню, как эта песня называется. В этой ужасающей сцене опустошенная девочка... Опустошенная девочка каким-то образом начала напевать детскую песенку Матушки Гусыни. Лондонский мост рушится, моя прекрасная леди. Я, конечно, извиняюсь, я петь особо не умею, у меня голоса нет. Воздух был наполнен запахами грязи и пепла, а также запахом слегка подгоревшего растения определенного типа. Девушка знала этот запах. Постройте его из железа и стали. Железа и стали. Железа и стали. Это из цветущего растения под названием розмарин. Короче, розмарин, кто не знает, розмарин это по-английски розмарин. Ну, кто... Может, кто-то не знал. По сути, Рита розмарин, по-русски будет Рита розмарин. Его цветки имеют успокаивающий аромат. Имеют успокаивающий аромат. Постройте его из железа и стали, моя прекрасная леди. Она и Джоуи никогда не забудут вкус котлет для гамбургеров, приправленных розмарином, приготовленных их старшей сестрой. Да, игровой. Я не знаю, если ты смотрел Черного Дворецкого. Там этот... Сиэль, кажется, его зовут. Он эту песню пел, я помню. Только там, конечно, переделали на лад аниме, так сказать. Под это аниме. Но там была... Эта песня тоже там была. Там была... Как там была? Сейчас скажу. Подожди. London Bridge Falling Down, Falling Down. Так и было, кстати. Эта песня вот прям там и была в этом аниме. Девушка, смирившись со своей судьбой смерти, нашла смысл жить. Она изо всех сил пыталась поднять руку к луне. Пожалуйста, помогите нам. Дождь делил на нее, безжалостно лишая оставшуюся температуру тела. Куроши Цзюджи. Но девушку это не волновало. Она все еще твердо протягивала руку, хриплым голосом умоляя луну. Пожалуйста, хотя бы спаси Джоуи. Но это были лишь тщетные усилия умирающего. Блеск лунного света в глазах девушки со временем потускнел. Ах, ты еще жива? О! Уэльд! Уэлд! Привет, Уэлд! Уэлд, Янг. Мужчина взял ее руку, которая слабо висела в воздухе. Ее зрение уже настолько затуманилось, что она почти ничего не видела, но по какой-то причине лицо мужчины было ясным. Она знала это лицо, но он стал странным из-за сожаления, довольства, утраты, гнева и некоторых других эмоций. Не узнаваем, но ужасно ясный. Потому что он, как и она, стояло, стояли на краю обрыва, окруженные шепотом и истерическим смехом монстров в бездне внизу. Сенсей? Да, это я. Спасибо вам. Вы еще живы. Спасибо. Мне так жаль. Так жаль. Она не знала, за что он благодарит ее. Он погрузился в эмоции, неоднократно умоляя о прощении. Моя сестра, она... Она красивая. И ее травма ноги... И ее травма ноги становится все лучше и лучше. Ты тоже поправишься? Обещаю. Это очевидная ложь почему-то вызвала улыбку на лице умирающей девушки. Не нужно. Я знаю свое тело. На данный момент у меня нет никаких надежд. Прости. Если бы я только мог узнать раньше. Но он узнал. Но он знал, что уже случившегося уже не вернуть. Не нужно извиняться, сенсей. Я все равно не прощу тебя. Жестокость ее слов была передана через ее слабый голос. Я обижена на тебя. Так же сильно, как раньше доверяла тебе. Но... Если вы полны решимости спасти кого-то... Пожалуйста. Я обещаю. Спасите Джоуи. Спасите Джоффри. Мужчина ответил, не задумываясь. Но искренность в его словах была слышна. Сдержите свое обещание, сенсей. Это обещание и проклятие. Я сдержу. Я обещаю, что позволю ему умереть как человеку. Даже если это означает, что мне, возможно, придется обменять свою душу на дьявола. Я обещаю. Повторил мужчина, как будто он пытался оставить свою слабость позади. Его решение было залито дождем. Трудно было сказать, была ли это дождевая вода или слезы раскаяния на его лице. А девушка, которую он держал за руку, беззвучно погрузилась в вечный сон. Каждый представляет собой трудную головоломку. Но когда бесчисленное количество людей собирается вместе, появляется закономерность. Вы не можете предсказать личность одного человека, но вы все равно знаете общие черты человечества. Личности разных людей различаются, но общие черты никогда не меняются. Например, карма человечества верит в ложь, украшения, божества и истории и тому подобное. Вот почему я решил стать писателем. Конан Дойл. Конан Дойл. А кто Шерлок Холмсон написал? Конан Дойл же кажется, если я не ошибаюсь. Меня зовут Конан Дойл, я доктор. Сейчас я поднимаюсь по лестнице в кабинет на втором этаже моей клиники. Я собираюсь встретиться с очень важным гостем, который не является ни моим другом, ни моим информатором. Но только что пережил опасное путешествие со мной не так давно. У нее есть информация, которую я так и не смог расшифровать. Речь идет о тревожных серийных убийствах, которые произошли в Сент-Фонтейн. Да ладно, Сент-Фонтейн. В заброшенном городе. Хотя мое расследование раскрыло все подробности инцидента, в нем все же есть что-то тревожное. Я прошел 17 ступенек, ведущих из холла на второй этаж. Тяжело сглотнул и потянулся к дверной ручке. Еще раньше назначенного времени, но, по словам хозяйки, моя очаровательная гостья прибыла полчаса назад. Я знаю, что ты что-то хочешь от меня. Я уверенна, непринужденная манера поведения посылает мне сообщение. Ха, значит, все дело в том, сколько стоит козырь, который у меня в руках. Эта женщина действительно сильный противник. Чтобы найти ее мотив, я должен разобраться во всем деле с самого начала. Я медленно повернул ручку двери. Похоже, эта ночь будет длиннее, чем я ожидал.